Актер театра и кино Здравствуйте! Добрый день! Ну и первый вопрос. Первое мероприятие Шукшинского фестиваля, в котором будете участвовать, и в качестве кого? Во-первых, спасибо, что пригласили. Вам спасибо, что приехали. Да, мои земляки. Я практически дома. И очень рад, что буду участвовать в этом киновестивале в роли почетного гостя. И, кроме того, я буду участвовать в жюри питчинга молодых режиссеров. И просматривать буду фильмы, общаться, решать какие-то проблемы. Вообще, наверняка приходилось уже сталкиваться с работами молодых режиссеров. Что можете сказать? Какая сейчас молодежь? Тенденции какие-то, может быть, прослеживаются? Талантливые или нет? Ну, молодежь всегда талантливый. Бурлит. Тема кино очень сейчас важна во всех регионах. И бум кино идет во всех регионах, можно сказать, практически. Поэтому этот фестиваль дает возможность собраться всем – региональным режиссерам, продюсерам, людям, относящихся к кино, общаться, делиться впечатлениями, опытом, проблемами, решениями. И это прям замечательный киновестиваль. Амаду, вы впервые на шукшинские дни приехали или раньше уже были? Почему согласились? Я впервые, да. А почему согласились? Кто позвал? Почему решили все-таки на… Меня позвал Дмитрий Шабарин, организатор, один из организаторов киновестиваля, через интернет. Но я постоянно смотрю шукшинские чтения через интернет, смотрел. Мои друзья тоже сюда ездят, поэтому я так, только издалека из Москвы так смотрю, мимо проездом тоже. Поэтому наконец-то это случилось, пригласили. Я очень рад, что я буду участвовать здесь. Вот смотрели, говорили, говорите через интернет. Что можно сказать, какое общее впечатление? Как вот душа, может быть… Душа? Ну, шукшинская душа, потому что, мне кажется, про душу Шукшин очень глубоко рассказал. Это мое родное, потому что я Шукшина играл, рассказ Степка. И мы… Когда я учился в Щепкинском училище, это обязательно программа была шукшинские рассказы, проходить актером через рассказы Шукшина. И это очень большой опыт сохранения именно той чистой души, которая передается вместе с землей. И на самом деле в театральных институтах очень любят молодёжь из Алтая, потому что они говорят, вы приезжаете очень чистые, вы подпитаны землёй и природой, и вы как пластилин. При ходе из вас можно лепить всё, что угодно. А в больших городах молодёжь, он больше как бы закрыт цинизмом, там, разными этими. И приходится очень долгое время тратить педагогам на то, чтобы дойти до души, его раскрыть. А тут, говорит, из Алтая наоборот. Очень открытые приходят. И поэтому Шукшина очень легко ложится для игры. — Сказали, что играли шукшинского героя. Вот как вживались в образ? Читали наверняка, да, рассказ? Может быть, ещё какие-то произведения читали Василия Макаровича? — Ну, особенно, мне кажется, прям, и раз я здесь родился, вверх по Чуйскому тракту, мне особенно трудностей не было, потому что природа сама есть, и Шукшинак-то как бы сразу угадывает, что ли, что, о чём он хочет сказать и о чём он говорит. — Вы уроженец Ангудайского района, часто вообще домой приезжаете? Или вот сейчас редкий такой случай, когда можно... — Это нечасто. Это возможность тоже воспользоваться вестивалем. Приехал, сейчас вот отработаю здесь на вестивале вместе, и уеду на Алтай, Гурналтайск, и дальше в деревню, Ангудайский район, село Ело. В общем, туда поеду, к родителям. — Чем в Москве занимаетесь сейчас? — Я работаю в Театре Калягина. Кстати, большое спасибо вашему каналу, Катум-24 сделали про меня репортаж про наш Театр Калягина. Вы были у нас, снимали. И я продолжаю работать в Театре Калягина и сниматься в кино. — Сейчас, может быть, какая-то работа у вас идёт? — Сейчас идёт, да... Ну, я в кино сейчас играю дворника, поэтому я весь чёрный, загорелый. Пришлось чуть побриться. Мы заложники образа, поэтому это наша профессия. А в Театре мы сейчас начали пьесу Рустама Ибрагимбекова «Утро туманное» в Театре Калягина. Рустам Ибрагимбеков — просто потрясающий сценарист. Можно сказать, что он одним словом, что «Белое солнце в пустыне» написал он. Все сразу понимают, кто он. — Я знаю, что вы недавно закончили работу над детскими фильмами. Вот расскажите, что это было, с кем работали? — Я ездил в Бурятию, там бум-кино. И мне посчастливилось поучаствовать в детском фильме «Байкальские каникулы-1» и «Байкальские каникулы-2». Это ребята из Бурятии сами снимают кино, замечательные ребята, талантливые. И решили снять фильм. Вообще детское кино мало снимается в регионах, тем более. И для детей, и для именно этого возраста. И мы снимали этот фильм, я там сам играл. И он сейчас… Кстати, «Белокурих» и показывали недавно. Так что он, скорее всего, в интернете есть. Я советую детям посмотреть этот фильм. — Да, хорошо. И очень надеюсь, что вот этот фестиваль тоже даст плоды. И что в будущем еще здесь разные детские фильмы появятся на Алтае. И очень хочется, чтобы здесь… Я знаю, что здесь есть союз кинематографистов. И очень хочется, чтобы надеяться, что в будущем здесь откроют киношколу. Это было бы замечательно. И серьезно подойти здесь кинобазу, открывать, закупаться техникой. Это было бы возможно сюда. Потому что здесь снимать можно везде. Здесь декорации просто шикарные. Здесь актерская база шикарная. Театры здесь известные на весь мир, можно сказать. Театры «Глобус» и другие театры. И возможности для кино очень большие в нашем регионе. Осталось только внимание руководства. Уже, кстати, есть внимание руководства. Я смотрю, как фестиваль организовывается, как все подключаются. И поэтому еще дальше хочется, чтобы серьезное кино здесь началось. — Вот сказали, что детских фильмов снимают мало в регионах особенно. Чего еще региональному кинематографу не хватает, на ваш взгляд? — Кадров и школы, наверное, открывать профессиональные киношколы. Можно договариваться со специалистами из Москвы. Можно обмен же делать. Сейчас беда регионов в том, что мы даже региональные режиссеры, молодые перспективные, даже про друг друга мало знают. Хотя они так интересуются. Но что в соседних регионах, какой фильм снимается, мало кто знает. Простой обыватель не знает. Поэтому вот этого обмена не хватает между регионами. Раньше в Советском Союзе все это было. Ездила машина, кинобудка, грубо говоря, ездила с бомбинами, развозили. Люди ходили в кинотеатры. Это все было. Просто осталось это вспомнить и воссоздать. И уже многие молодые кинематографисты об этом говорят. Вот сейчас мы участвовали на круглом столе. Об этом говорили. Что система проката, конечно, очень нужна. Хотя бы между регионами, между соседями. Ладно, там на Москву все время бесполезно. Но как бы все время нельзя смотреть. Надо своими силами, соседями как-то надо сконтачиться, что ли. Не знаю, как-то договориться. Чтобы хотя бы обмен фильмами, гастролями было. А то мы куда-то американские фильмы все смотрим. А рядом в соседних регионах про бурятский фильм мы же здесь не видели. Мало кто видел. Даже эти байкальские каникулы мало кто знает. Хотя детям бы полезно посмотреть, друг другу поучиться. Потому что там они уже, ребята, открыли детскую киношколу. И ребята сами пытаются снимать кино под началом взрослых. Это очень хорошие плоды дают, на самом деле. То есть нужно не забывать друг о друге. Да, не забывать. Я очень хочу, чтобы между Республикой Алтай и Алтайским краем вот этот кино... Потому что Республика Алтай просто декорация шикарная. Только осталось с Новосибирской, если открыть киношколу. Потому что ближайший многомиллионный город к Республике Алтай – это Новосибирск. И уже город большой, миллионник же, уже пора открывать серьёзную киношколу, серьёзную киностудию. Тем более это центр Сибири же. И на самом деле мы соседи на вас смотрим, на Новосибирск, Барнаул, чтобы отсюда поддержка была. И рука госслужащих, конечно, государство очень важна. Потому что есть уже огромное количество молодых людей, которые энтузиастов, которые хотят снимать, обмен делать. Нужна чуть-чуть поддержка со стороны государства, и всё будет нормально. И напоследок, вот коротко, как считаете важность проведения Шукшинского фестиваля? Вот, коль уж у нас тема всё-таки фестиваль, прям коротко, как считаете? Ну вот об этом же, то, что я сейчас говорил, важность, то, что объединять соседей всех. Вот сейчас мы собрали, получается, из Томск, разных городов. Вот сейчас сегодня все съехались. Из Москвы, Томск, Алтай, ну, из разных регионов. Сейчас будем в течение фестиваля общаться, делиться мнениями, проблемами. Я уже понял немножко, как бы, как в каких-то регионах. Сейчас разношерстно. Где-то очень хорошо поддерживают, где-то совершенно не поддерживают. Поэтому даже иногда думаешь, наверное, нужно наших руководителей немножко воспитать по отношению к кино. Я понимаю, что это не их беда, они просто не знают этого рынка, они пугаются. Наши даже руководители немножко пугаются этого рынка, потому что не знают, что за кино можно отдавать деньги, а прибыль не получать. Но это, конечно, неинтересно. И приходится им объяснять, что это кино все-таки важно, это духовность, это многое, что за кино стоит. Амаду, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Да, пожалуйста. До свидания. Мы говорили с актером театра и кино, известным благодаря сериалу «Солдаты», фильму «Девятая рота», «Монгол» и многим другим театральным режиссером, заслуженным артистом Республики Алтай и Республики Тыван. Амаду Мамадаковым. До встречи в эфире. Продолжение следует.